Доброго времени суток, Устюжане! С вами очередной выпуск информационно-познавательной передачи «Школа безопасности» и я, ее ведущий, Степан Крижановский. Мы стоим после этого пешеходного перехода не случайно. В декабре прошлого года на этом месте случилась трагедия, унесшая человеческую жизнь. В этом выпуске мы поговорим о дорожной безопасности. Проезжая честь дороги бесспорно считается повелительницей городского пространства, занимая большую часть улицы. По бокам дорожного полотна – место для пешеходов. В местах соприкосновения, на перекрестках, переходах часто случается ДТП, иногда со смертельным исходом. Отчего же подобные аварии случаются так часто? И кто же чаще становится виновником ДТП? Что нужно знать и держать в голове, прежде чем пересекать оживленный участок дороги? На этот и многие другие вопросы нам ответит инспектор отдела ГИБДД по пропаганде безопасности дорожного движения Анна Архипова. Анна Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. А все-таки, насколько часто происходит подобное ДТП, когда страдают пешеходы? Можно какую-нибудь статистику? Если говорить о 2019 году, то в этом году пострадало в авариях, произошло аварии с участием пешеходов 12, в которых пострадало 10 человек, в том числе двое погибли. Именно вот эти два погибших, эти аварии произошли на нерегулируемых пешеходных переходах. Если кто помнит, то это произошло на улице Глединская возле Прокупьевского и на советском, рядом с перекрестком, советские рабочие. А всего на пешеходных переходах произошло 5 аварий. Вот два погибло и три пострадавших было. А кто же все-таки чаще становится виновником ДТП? Водитель или пешеход? В 2019 году из 12 случаев дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов лишь в одном ДТП виноват пешеход. В остальных случаях виноваты водители. Если говорить о причинах ДТП, то со стороны пешеходов чаще всего они переходят дорогу в неположенном месте, в зоне видимости, зачастую пешеходного перехода. А водители же, например, не соблюдают дорожные и погодные условия, также нарушают скоростной режим, боковой интервал, или же еще хуже, управляют в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснили, невеселая статистика указывает, что инициаторами большинства ДТП с участием пешеходов выступают водители. В свою защиту автолюбители могут сказать, что абсолютно законопослушными наших пешеходов назвать сложно. И если бы не мастерство и реакция владельцев автомобилей, жертв было бы больше. Как же все-таки стоит вести себя на дороге пешеходам и водителям? В первую очередь, как гласят правила дорожного движения, пешеход должен переходить дорогу по пешеходному переходу, в том числе подземным, надземным пешеходным переходам. А при их отсутствии на перекрестке вдоль линии тротуара, также точно перед выходом на нерегулированном пешеходном переходе на проезжую часть пешеход должен выходить после того, как оценит расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедиться в безопасности перехода. Всегда, чтобы пешеходы, обязательно дождитесь, когда автомобили остановятся, не начинайте движение, не убедившись в этом. Только когда водитель остановился, это знак, что он вас видит в первую очередь. Также точно, когда вы переходите проезжую часть, обязательно снимайте капюшоны, убирайте из ушей наушники и ни в коем случае не разговаривайте по телефону. Это вас отвлекает, ваше внимание рассредотачивается, и вы плохо, вы не видите, что происходит на проезжей части. Особенно это касается детей. Родители, тем более ежедневно, напоминаете детям о правилах дорожного движения, как правильно и безопасно двигаться около проезжей части, как правильно переходить проезжую часть. Не секрет, что у нас в городе массы мест, где полностью отсутствует разметка или знаки. В таком случае пешеход имеет право пересечь дорогу, если там нет ограждения или полосы, но только абсолютно убедившись, что рядом нет движущихся машин. Что касается последних, то любой водитель должен помнить, что преимущество всегда на стороне пешехода, поэтому следует притормозить на перекрестках и пешеходных переходах, в том числе нерегулируемых. Всем участникам движения стоит помнить, что зимой тормозной путь длиннее и лишний раз рисковать не стоит. И главное, чем раньше водитель увидит пешехода, тем меньше шансов попасть в ДТП. Часто водителям приходится ездить в условиях плохой видимости, будь то ночное время суток или снегопад, и пешеходов плохо видно. Вот как-то можно себя ярче обозначить, чтобы тебя водитель заметил. Рекомендуется пешеходам в первую очередь желательно одевать светлую одежду, ярких каких-то оттенков. Или же, если у вас темная одежда, то обязательно рекомендуем носить световозвращающие элементы. Различные есть и брелоки, и браслеты. И на одежде уже зачастую есть вшитые световозвращающие элементы. Поэтому не забывайте такой этот момент. Да, сделайте себя заметным, сделайте так, чтобы водители вас видели. В этом выпуске мы разобрали базовые вещи, которые, в принципе, и так все должны знать. Но раз аварии все равно происходят, то напомнить еще раз лишним точно не будет. А наша передача подошла к концу. Будьте внимательными, особенно на пешеходных переходах. Следите за собой и будьте осторожны. До новых встреч! Программа выходит при содействии Управления информационной политики Вологодской области.